здравствуйте с вами телеканал одесса фэшн и я анастасия сатюк в эфире рубрика фэшн инсайдеры у нас в гостях фэшн стилист визажист ольга водникова ольга здравствуйте вы были спикером в рамках конференции одесса фэшн биг и рассказывали о том как важно работать в команде с фотографом чтобы стилист работал на съемки потому что чаще всего заказчик который приходит и говорит сделайте мне классный мейк да там прическу и все но это скажем так работа которая собирается из несколько элементов даты мейкап это прическа это подобранная правильно одежда она должна совпадать образом заказчика она должна совпадать полностью до входить концепт съемки что иногда бывает классный мейк прическа но с одеждой проблема съем очень большой вот чтобы это все гармонично смотрелось за это отвечает стилист ладно если хотя тоже тут какой никакой скидки не дашь важно там есть важно важно присутствие стилиста на любой съемке коммерческая это для себя да вот вы например хотите для любимого сделать ее фотографию либо это большой проект наверное это такой маленький призыв к заказчикам не экономьте да на стилисте потому что это человек который отвечает полностью за весь лук за весь образ как одесским действительно заказчиком вообще многим людям которые которым кажется что они стилисты которым кажется что они в принципе в принципе могут комбиновать какие-то луки до насмотреть красивых картинок в интернете им кажется что они достаточно уже профессиональны для того чтобы работать стилистом как им объяснить что работа стилиста это вообще серьезная профессия которая получат образование да и вообще она хорошо оплачивается за границей но у нас к сожалению до сих пор еще другая история есть проекты которых я принимаю непосредственно участие которым являются скажем так главным персонажем создание всего и я вам хочу сказать гонорары здесь у нас тоже очень такие неплохие зависимости от проекта но как донести до заказчика легко пригласить его на съемку вот когда он проживет все этапы когда он увидит знаете даже в инстаграме как-то у меня была фотография да один день со стилистом когда готовила к готовилась большому большой съемки где у меня было 50 луков где у меня было 300 пар обуви 300 ребята 300 пар обуви да и скажем так организация и процесс подготовки занимает две недели месяц а вот если один день на один день взять заказчика с собой просто чтобы он прожил вот с утра до вечера верно он скажет я лучше больше заработаю на своем предприятии на своем производстве не знаю на своей работе больше денег отдам буду спокоен что у меня классные скажем так в итоге классные кадры да классный продакшн у меня был скажем так наверное самое приятное что можно услышать от заказчика когда я работала с одним известным фотографом в одессе он сейчас к сожалению переехал другую страну или к счастью когда заказчик на вот сказал оля мы продали все что мы отфотографировали да там и выставили на рекламу да это было билборды это была витрина украшена да пост скажем так фотографиями мы продали все всю линейку обуви вот это вы знаете дороже чем любой гонорар когда ты слышишь результат или там когда я работаю там с мягким золотом до магазин шут когда да тоже говорят мы продали практически все всю коллекцию это круто ребята вот это результат и самое главное чтобы вот заказчик понимал насколько важно роль стилиста он по крупицам собирает образы я уже на конференции говорила как это происходит это происходит самое главное это начинается с идеи вот когда мы все собираемся да там фотограф заказчик стилист мы понимаем что должно быть что хотелось бы как это осуществить возможно ли какие-то декорации это будет студия или не студия знаете заказчик это человек который это визуал вот ему понравилось если он еще очень часто путешествует или там работаем скажем так отбирает коллекции либо просто посещают выставки и так далее он естественно как визуал оценивает визуально красоту да там то что он увидел но как это воплотить в жизнь как это воплотить в процесс съемки как это все вместить а как это все придумать красивую обложку для него это проблема съемки поэтому вот чтобы не было таких нюансов стилист наверное обязательно потому что это моя профессия нет ну что вы скажем так сэкономите еще больше свой бюджет когда у вас четко будет прописано луки когда они будут собраны когда они будут собраны правильно когда они будут подобраны будут скажем так в играть с обувью с аксессуарами и так далее поэтому наверное без стилиста но никак не бьюти съемка да не в съемках каких-то масштабных больших съемках там связаны с коллекцией одежды да там с представлением с коллекциями обуви поэтому ну скажем так это главный человек на съемке собственно как и помощники как и ассистенты которые к сожалению никто не видит и они остаются скажем так за кадром но это самые главные такие люди которые вовремя могут принести переодеть повесить обратно то есть это такой процесс вот честно когда проживете один день вы поймете насколько это трудоемко насколько это энергоемко насколько это насколько должно быть воображение развито да и насколько вы своим опытом можете донести плюс для меня знаете большая честь участвовать как стилист в больших проектах потому что я понимаю что весь город вся украина например если эта сеть будет смотреть на мою работу а мурашки по коже поэтому круто когда ты участвуешь в этом когда ты можешь показать свою работу когда ты проживаешь это все через пропускаешь через себя и я знаете у меня всегда так я работаю всегда на результат я не знаю вот я не возьмусь за проект если я понимаю что это будет не то если я берусь все будет все хорошо продадите все эта профессия сегодня очень актуально открываются просто как грибы различные там и школы и визажи и целые салоны почему как вы думаете почему так актуально именно вот на посоветском пространстве вот креативная сфера и в том числе визаж почему актуально потому что у нас не знаю потому что это скажем так одна из главных таких вот пазликов и да при съемке сейчас мы да все скажем так все равно касаемся съемок ну скажем нюдовые съемки все равно присутствует присутствует майкап в любой съемке будет макияж будет он легким будет он нюдовым будет он совсем там да там без какого-то креатива арта и так далее все равно он будет и честно скажу если хороший визажист фото и хороший фотограф да там не нужно будет там применять какие-то фильтры специально там доводить до идеала и не знаю потому что все сделает визажи мне кстати когда учили у меня скажем так хорошая школа была потому что я училась и на гримера это вообще отдельно да то есть я смотрю на лицо и понимаю как она будет стареть да там очень многие моменты которые скажем обычно визажист не знает и ну скажем или ну далек вот но самое главное выполнять свою работу чисто не надеяться ни на какой-то фотошоп ни на фотографов все все очень разные кто-то любит фотошоп кто-то умеет фотошопить кто-то не умеет кто-то использует такую камеру кто-то умеет хорошо свет выставлять кто-то нет поверьте мне какие-то вот такие моменты и фотографа очень могут сказаться нехорошо на вашей работе поэтому самое главное набирайтесь опыта до учитесь у самых лучших мастеров выбирайте если вы уже тратите деньги и вкладывать из себя учитесь у самых лучших это действительно так то что сильные школы я вам хочу сказать я работаю не только в украине да и работаю еще в европе так как работают наши визажисты и стилисты не работает ни один визажит в европе вам серьезно говорю чаще всего это легкий мейкап это как-то все вот скидывается на то что будет пост продакшн никогда не надеялась не 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 ни на кого вот только на себя на свои руки на свое видение свое умение на свой опыт наверное это правильно ну и у нас юбилейный сезон одесса fashion week вы в рамках конференции принимали участие пожелайте что-нибудь нашему проекту следующих сезонах развитие чтобы это было десять скажем так 10 по 100 я не знаю ли 100 по 10 день развитие самое главное развитие не останавливаться на достигнутом развиваться развиваться не только в масштабе нашего города давайте за красотой захватим весь мир на такой позитивной ноте мы прощаемся с вами это была рубрика fashion insider у нас в гостях была ольга войникова и я анастасия сатюк до скорой встречи